Вы слушаете канал жаж.клаб. Какой был уровень грамотности у древних кельтов? Были ли древние кельты неграмотными, как предполагают многие? Или они действительно были в состоянии создать много письменных работ? В этой статье рассматриваются доказательства. Древние кельты обычно рассматриваются как примитивные варвары, по крайней мере, по сравнению с греками и римлянами. Одна из причин этого заключается в том, что их обычно считают неграмотными. Однако это не так. Многочисленные фрагменты кельтской письменности были обнаружены по всей Европе. Но какой тип письма они использовали и откуда он взялся? Алфавит кельтов в IX веке до н.э. алфавит, использовавшийся финикийцами в Леванте, был принят греками. От греков его переняли этруски, а затем римляне в Италии в VII веке до н.э. Примерно в 600 году до н.э. греки основали торговую колонию на юге Галлии под названием Массалия, где сейчас находится современный город Марсель. Это была кельтская территория. Кельты заняли почти всю Галлию, а также часть Иберии на западе. Таким образом, с основанием Массалии греки и другие средиземноморские народы начали строить тесные торговые отношения с кельтами. В частности, этруски оказали сильное культурное влияние на кельтов посредством торговли, особенно с V века до н.э. Это влияние в первую очередь проявлялось в произведениях искусства, но оно также стало очевидным и в письменной форме. Что археология говорит о ранней письменности кельтов после того, как они вступили в контакт с этрусками, некоторые кельтские группы переняли их систему письма. Первыми это сделали кельты, расположенные ближе всего к Италии, в регионе под названием Цезальпийская Галлия. Эта группа известна как Липонтии, а их язык называется Липонтик. Надписи, выполненные на этом языке, датируются примерно с середины VI века до н.э. и написаны в версии этруского алфавита. Несмотря на то, что липонтийцы довольно рано переняли средиземноморский алфавит, другие кельты не последовали их примеру лишь столетия спустя. Фото zcollector.com надписи на гальском языке. Язык кельтов, живущих в Галлии, появляются только в III веке до н.э. Эти надписи в основном были выполнены с использованием греческого алфавита, а не этрусского. Многие из этих надписей являются просто личными именами. Но гальские надписи датируются периодом с I века до н.э. до II века н.э. И в этот период обнаруживалось множество обширных надписей. Некоторые из них содержат более 150 слов, например таблички с надписями, найденные в Аспитале Дюларзак на юге Франции. Что Цезарь может поведать о письменности в Галлии конечно, археология лишь дает нам возможность заглянуть в прошлое. Также можно узнать о кельтской письменности косвенно, из письменностей других народов. Юлий Цезарь сделал по этому поводу несколько интересных замечаний. В Дебилла Галлика 1,29 он заявил следующее, в лагере гельветов, кельтское племя в Галлии, были найдены списки, составленные греческими буквами и принесенные Цезарю, в которых было указано количество, поименно, ушедших из своей страны, способных носить оружие, а также количество мальчиков, стариков и женщин отдельно. Из этого мы можем видеть, что гальские кельты время от времени создавали обширные письменные произведения. Это также подтверждается другим комментарием Цезаря. найденным в Дебилла Галлика 6,14. При упоминании о друидах, религиозных вождях кельтов, он говорит, они также не считают законным записывать это «священные дела», хотя почти во всех других делах, в своих публичных и частных сделках, они используют греческие буквы. Это показывает, что кельты создавали письменные произведения в самых разных контекстах. Они записывали вещи для личного пользования, а также для «публичных операций». Письменность явно не была малоизвестным аспектом кельтской жизни, и из археологических и документальных свидетельств ясно, что они в основном использовали греческий алфавит. Фото, zcollector.com как другие экземпляры кельтской письменности были также найдены надписи на гальском языке, созданные с помощью этруского алфавита. Большинство из них были найдены в Северной Италии, что логично, поскольку именно там жили этруски. Помимо надписей на табличках и каменных памятниках, кельты Галии и других областей также наносили надписи на свои монеты. Подавляющее большинство из них содержат только личные имена королей. Продолжение читайте на сайте жаж.клаб